Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев. Мы видим качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы. Большое спасибо за плюсы, Света. Сегодня у нас пятница, 17 января, и мы начинаем наш ежедневный обзор валютного рынка Форекс. По традиции начнем с макроэкономического календаря на сегодня. В 12 московском времени мы получим отчет из Великобритании по изменению объема розничной торговли. В 12 московском времени мы получим данные из США по строительному сектору. У нас сначала будет опубликован отчет по объему выданных разрешений строительства за декабрь, а также отчет по числу закладок новых фундаментов также за декабрь. В 12 московском времени мы получим данные также из США по строительству потребителей от университета Мичиган за январь. Это наш опережающий индикатор. Наш обзор с парой евро-доллар. Ждать отчетов из еврозоны в Штатах будут опубликованы данные по строительному сектору и потребительской уверенности от Мичиганского института. Институты, которые оказывают влияние на данные отчеты, на строительный сектор, на потребительскую уверенность, они сейчас показывают нейтральный властной фон. Какие-то показывают на рост показателей, какие-то показывают на снижение. Поэтому получается так в целом у нас нейтральный такой фон. И сегодня можно ожидать выход данных на уровне медианной прогнозы. Если же данные выйдут лучше ожиданий участников рынка, то будет наблюдаться спрос на американскую валюту, потому что рост потребительской уверенности будет приятно сказываться на инфляции. Как мы все прекрасно помним, у нас УФРС США при решении по сокращению стимулирующей программы она обращает внимание на два главных ключевых фактора. Первый фактор – это снижение уровня безработицы. Второй главный фактор – это рост инфляции. По строительству секторов тоже можно отнести к числу потребительской уверенности, потому что если американские потребители чувствуют себя хорошо, то они начинают строить, скажем так, новые дома. Потому что если они чувствуют себя очень плохо, если у них низкие доходы, если они чувствуют риск увольнения, соответственно, они не будут заниматься строительством, потому что строительство – это такой проект дорогостоящий с одной стороны, и с другой стороны проект такой, скажем, долгий по времени. Соответственно, для этого необходимо как средства, чтобы все это оплачивать, так же и необходимо, скажем так, чтобы средства были на протяжении длительного времени. Соответственно, если мы увидим рост данных индикаторов, то это говорит о том, что потребители в Америке чуть у себя хорошо, чуть у себя уверены. Соответственно, поскольку потребление является, таким скажем, весомым вкладом в ВВП США, условно, рост потребления скажется и на розничных продажах, а не вырастут в ближайшее время. Соответственно, будет сказываться на росте инфляции, поскольку рост продаж тоже приводит к росту инфляции. Также будет сказываться это положительно и в целом на ВВП США за четвертый квартал. Поэтому, скажем так, вот такие у нас получаются схемы, что хорошие данные по строительному сектору и потребительской уверенности, они приводят уже к более другим, скажем так, процессам экономическим. Сегодня по паре евро-доллар можно выделить следующий уровень поддержки сцепления, уровень поддержки 1.3575, второй уровень 1.3525, уровень сопротивления, ближайшее сопротивление 1.3624, второй уровень сопротивления 1.3666. Так что вчера мы получили данные по инфляции, по индексу потребительских цен за декабрь, показательный CPI вышел чуть лучше о ждании участников рынка, прогноз был на 1.4% в годовом выражении, 1.5% на 0.4% на 0.4% на 0.5% рост. Здесь данные, они все же более благоприятны для американской валюты, скажем, небольшой рост, что это все же лучше, чем, скажем так, ничего или чем падение. Поэтому можно уже предположить, что, наверное, ФРС продолжит сокращать свою стимулирующую программу на январском заседании 29 января, в среду. Также вчера были опубликованы опросы, которые провело агентство Wall Street Journal, которое сдает обмененную газету. Оно опросило ведущих экономистов в Америке, которые, скажем так, высказались за то, что ФРС полностью встретит свою программу QE3 в этом году, в 2014 году. Соответственно, полное сокращение данной программы, оно привело к тому, что будет спрос на американскую валюту, соответственно, спрос на доллар. У нас долгосрочные, скажем, прогнозы. Вопросы по паре евро-доллар, пишите свои вопросы в чат. Если вопросов нет, или они появятся, обязательно пишите их в чат, мы переходим к следующей нашей валютной паре, пара фунт-доллар. В Британии будет опубликован отчет по розничной торговле за декабрь. В последнее время из Британии мы получаем негативные отчеты, как по индексам PMI, так и по инфляции. В этот раз тоже на фоне сокращения инфляции, мы на этой неделе получили отчет по инфляции, инфляция сократилась немного. Соответственно, это тоже негатив для рыночных продаж, потому что у них прямая взаимосвязь, прямая экстреляция. Соответственно, сегодня тоже можно ожидать выход данных по розничной торговле чуть хуже ожиданий участников рынка. Соответственно, это будет оказывать давление на американский фунт в паре с американским долларом. Можно будет ожидать уже ближе к публикации данного отчета. И после публикации данного отчета в умеренном снижении котировок пары фунт-доллар. Сегодня можно выделить следующий уровень поддержки и сопротивления. Уровень поддержки 1.6330, 1.6260. Уровень сопротивления на сегодня 1.6375, 1.6402. Также при торговле парой фунт-доллар необходимо смотреть на кросс-курс еврофунт. Тоже очень такой сильный индикатор, потому что Великобритания и еврозоны являются главными торговыми партнерами. У Великобритании самый главный партнер еврозоны, а торговый между ними происходит постоянно тесные экономические взаимосвязи. Поэтому данный кросс-курс очень сильно влияет на котировки пары фунт-долларов. Нужно смотреть за данным кросс-курсом. Если мы сегодня увидим снижение показателя ротичной торговли с одной стороны, и с другой стороны мы увидим, что кросс-курс еврофунт немного подрастает, то, скажем так, у нас будет хорошее снижение по паре фунт-доллар, потому что фундаментальный анализ будет против британской валюты, и с точки зрения, скажем так, смежного анализа валютных пар, у нас будет негатив по британской валюте в паре с евро, соответственно, это тоже будет негатив и для британской валюты в паре с американским долларом. Вопросы по паре фунт-доллар задавайте, пожалуйста. Я вот тоже хотел бы сказать, что вчера у нас были данные по инфляции. Вчера мы говорили в нашем вебинаре, что можно ожидать будет данных, как минимум, на уровне медианопрогнозов или чуть лучше. Так в итоге и случилось. Данные вышли на 0,1% и лучшего прогноза. И вчера мы говорили, что после публикации данного релиза по инфляции в Штатах можно будет ожидать укрепления американского доллара по отношению к своим основным конкурентам. Случилось, однако оно вчера случилось не сразу. Вчера отчет по инфляции в 18.30 в московском времени. В течение часа после публикации отчета евро-доллар и фунт-доллар подрастали, доллар-иена снижалась, укреплялась японская валюта. Это продолжалось в течение часа, после чего мы увидели, когда пары подошли к своим уровням сопротивления, мы увидели разворот. Особенно хорошо сработали уровни сопротивления по паре фунт-доллар. Сназ дошла чуть выше данного уровня сопротивления, на 63.75, после чего был разворот. Такое тоже бывает. Не нужно думать, что, допустим, если вышли новости, и сразу же на этих новостях будет однозначная реакция. Инвесторов очень много наваривают на рынке форекс, у всех свои, скажем так, взгляды на жизнь, у всех свои цели, у всех свои задачи. Поэтому бывает так, что, допустим, сначала некоторое время цена идет против новости, а потом уже, скажем так, происходит разворот, и мы увидим тенденцию в правильном направлении. Вполне возможно, что вчера, скажем так, после публикации релиза, стояли очень хорошие заявки на продажу наверху, как по евро-доллару, так и по фунт-доллару. И вот вчера маркетмейкеры, скажем так, подвели котировки к данным уровням, где сработали ордера на продажу, и потом мы наблюдали снижение котировок и пары евро-долларов, фунт-долларов. Такое тоже бывает, всегда нужно об этом помнить, что у нас цены на валютный рынок и форекс определяют маркетмейкеры, а маркетмейкеры, они всего лишь навсегда дают платные услуги своим клиентам, в первую очередь корпоративным клиентам. Если, допустим, вчера корпоративные клиенты размещали ордера на продажу, допустим, по евро-доллару на 1,650, условно так, скажем, и по фунт-доллару 1,6375, то, естественно, если маркетмейкеры видят, что, допустим, до этих уровней цены не хватает, допустим, 20-30 пунктов, а ордер очень большой, соответственно, можно получить большую комиссию, поэтому действительно маркетмейкеры могут забирать котировки вверх, ордера сработают, они выполнят данные заявки, получат свою комиссию, и после чего цены пойдут уже вниз. Вполне возможно, что вчера мы как раз наблюдали иную такую реакцию, скажем так, неоднозначную сначала по новостям по инфляции. Переходим к следующей нашей валютной паре, пара доллар-японская иена. Сегодня не ожидаются публикации важной макроэкономической статистики. Инвесторы по-прежнему будут обращать внимание на динамику торгов на фондовых площадках США и Японии. Как мы уже говорили в наших обзорах, восходящий тренд по паре доллар-иена все еще в силе, он достаточно устойчивый. И после любых коррекций мы видим, как котировки растут, мы видим, что инвесторы окупают данные снижения, что еще раз доказывает о себе данного восходящего тренда. В этом случае необходимы позитивные отчеты из США. Также необходимо, чтобы фьючерсы на фондовый индекс на кризис 25 как минимум сильно не падал. Если сегодня рынок получит данные хорошие отчеты из Штатов, то сегодня курс пары доллар-иена в уровне психологической отметки 105 йен за один американский доллар. Сегодня можно выиграть следующий уровень поддержки сопротивления по паре доллар-иена. Уровень поддержки 104.35 и второй уровень 103.85. Уровень сопротивления 104.63, 105.11. Всем большое спасибо за внимание. Желаю всем успешной торговли. Будьте очень осторожны и внимательны при открытии позиций. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...